Железнодорожная станция – зона повышенной опасности. Но немало людей ведут себя здесь беспечно. Сознательно идут на риск и ради экономии времени или денег ходят по путям. В этом году в Ленинском округе вдвое увеличилось число трагических случаев. Последний произошел на станции Калинина. Поезд насмерть сбил подростка. Администрация муниципалитета ежедневно проводит разного рода работу, направленную на обеспечение безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте. Организовываются профилактические рейды с участием волонтеров казачьего общества, полиции, административно-пассажирской инспекции, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Установили два сплошных забора на станции Расторгуева, на станции Калинина. В этом году было выявлено шесть несанкционированных тропов. Несмотря на это, по тропам продолжают ходить. В этом увиделись участники очередного рейда. Правоохранители отмечают, штраф за нарушение сейчас невелик – всего 100 рублей. Может, поэтому люди ведут себя так халатно. В базе данных это все отражается, потому что данного гражданина доставляется в дежурную часть, где все его данные заносятся в базу. Любое административное правонарушение в отношении граждан, которое составляется, естественно, оно будет в дальнейшем жизни отражаться в определенных даже местах, которые сейчас требуются везде справки при предъявлении каких-либо справок трудоустройств. Это будет влияться на дальнейшее его жизненное обстоятельство. Поток людей на станции Расторгуева, где проходил рейд, внушительный. Конечно, вменяемых пассажиров больше, специалисты отмечают. Так называемых «зайцев» стало гораздо меньше. Я к ним отношусь плохо, они подвергают свою жизнь опасности. Ну, а вы вот какими-то беседами, может быть, с внуками проводите на эту тему? Провожу, провожу, и мои внуки дисциплинированные. Профилактические рейды продолжатся, а с приходом нового учебного года даже участятся. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...